нетипичный параметр b и уравнение в принципе тоже нетипичные тут какие-то корни двойные радикалы так и должны корни существовать и принадлежать отрезку в общем такая задача давайте попытайтесь как всегда видео поставить на паузу и решить самостоятельно заодно сразу лайк этому видео поставить и только потом смотрите разбор потому что в очередной раз повторяю нет смысла просто смотреть разбор надо обязательно решать самостоятельно и так нужно найти все значения параметра b при каждом из которых корни уравнения существуют и принадлежат отрезку от 2 до 17 первое что можно сходу говорить что при b меньших нуля до корней точно не существует ну потому что сумма двух корней имеется ввиду сумма двух алгебряических квадратных корней не может быть меньше нуля вот если b меньше нуля то корней точно нет вот поэтому в ответ войдут только не отрицательная b ну дальше можно отдельно b равна нулю проверить давайте на самом деле сразу же начинать думать о идее решения значит если вы очень хорошо в восьмом классе прошли тему арифметический квадратный корень да и очень хорошо умеете преобразовывать корни а то у вас во первых может возникнуть одна плохая идея во вторых вы можете сходу заметить что надо делать на что я намекаю значит давайте рассмотрим вот такую ситуацию так давайте рассмотрим вот такой вот корень с 4 минус 2 корня из 3 например прокатится да прокатится да значит что я могу сделать я могу сказать вот четверка это 1 минус 2 корня из 3 плюс 3 дальше а 3 это корень из 3 в квадрате 1 это 1 в квадрате 2 корня из 3 это 2 на 1 на корень из 3 корень из 3 корень из 3 корень из 3 к корень из 3 в квадрате таким образом получилось что у меня под корнем выделился полный квадрат если вот натренироваться на таких задачах то станет очевидно что здесь тоже выделяться корень да сейчас увидим так а единственный момент вот здесь нельзя говорить что это равно 1 минус корень из 3 том что корень из квадрата числа не равен самому числу он равен модулю числа здесь надо модуль навесить ну почему так нельзя потому что это корень он не может быть отрицательным по смыслу не по смыслу по определению а один минус корень из трех число отрицательно. А еще я должен модуль навесить. Но когда мы модуль этого числа вычисляем, выходит корень из 3 минус 1. То есть ответ такой. Дальше можно по мотивам вот такого упражнения, что сказать, что x плюс 3 минус 4 корня из x минус 1. Так что это такое? Это значит корень из x минус 1, значит минус 2 на 2 корня из x минус 1 плюс 2 в квадрате. Почему? Потому что минус 1 плюс 4 это плюс 3. А это у нас корень из x минус 1 минус 2 и это все в квадрате под корнем. Опять же нельзя ни в случае просто говорить, что это корень из x минус 1 минус 2. Потому что корень из квадрата равен модулю. Надо здесь модуль навесить. Вот. Ну, собственно, вот по мотивам такого вот упражнения это все делается. То же самое можно проделать со вторым корнем. Но на самом деле, вот если по-честному, это замечает очень мало людей. Потому что в восьмом классе такие задачи очень мало кто решает. Есть еще так называемая формула двойного радикала. Ее, во-первых, сложно выучить. Я не знаю. Я знаю единицы людей, которые ее выучили и помнят. Я ее не помню. Я бы ее выводил сейчас. Вот. Но формулу двойного радикала тут и применять-то не надо. Вот. Но есть на самом деле и обычный способ, супер простой, супер понятный, который вот здесь скорее всего следует значит проталкивать. Я на самом деле сейчас об этом говорю только для того, чтобы вы учились такие вот упражнения проделать. Они на самом деле встречаются еще и в пятнадцатых задачах, как оказалось. Да? Такая история. Вот. Так. Но смотрите. Значит, в чем состоит простой способ обычного смерти? Вот когда обычный смертный на всю эту историю смотрит, он начинает рассуждать каким образом? Ну, вот давайте какие-то базовые вещи проделать. Одно из базовых действий решение любой задачи вообще математической, не только этой, да? Это искать что-то похожее. А точнее, даже может быть одинаковое. Вот у меня и тут, и там есть корень из х минус 1. Да? Дальше, когда вы нашли что-то одинаковое, это одинаковое можно попытаться заменить. Так вот, здесь замена хорошая идея. Почему? Потому что если я корень из х минус 1 за т заменю, то дальше х это т квадрат плюс 1. И я все здесь могу в этом уравнении через т записать и от корня одного избавиться от внутреннего. А это очень и очень приятно. Да? Давайте, значит, аккуратненько запишем уравнение через т. У меня, значит, корень. Вот тут давайте допишем, что т больше равно 0. Кто-то говорит, что вот это вообще необходимо обязательно писать, если вы такую замену вводите, да? Если не записали вам за это баллы снимут. Ну, нет. Я при обратной замене просто, если получу, что корень из х минус 1 равно минус 3, например, запишу, что у корней нет и все. Можно т больше равно 0 не писать, но давайте мы на всякий случай лишний раз запишем. Я это делаю сейчас, чтобы хотя бы лишний раз слушателю напомнить о том, что корень должен быть больше равен 0. Так вот, значит, х плюс 3 это значит т квадрат плюс 1 плюс 3. Окей. Минус 4т. Окей. Плюс корень из т квадрат плюс 1 плюс 8. Хорошо. Я запишу минус 6т. Равно все это b. Итак, я еще раз напоминаю. Я делаю сейчас способ, до которого может догадаться любой обычный смертный. Просто смотрите на корень из х минус 1. Говорите, что, ну, вообще-то у меня он есть тут и там. Значит, я его могу заменить. Эта замена мне помогает х тоже выразить. И получается вот такая история. А здесь получается очень миленькая история. Значит, т квадрат минус 4т, который я запишу вот так, плюс 4, который я запишу вот так. А здесь т квадрат минус 6т. Запишем как 2 на 3т. И плюс 9 плюс 3 в квадрате. То есть, вот они полные квадраты. Понятно, что если у меня так все выделялось, то через замену тоже все должно выделяться. Так, здесь будет корень из т минус 2 в квадрате. Так, т минус 2 в квадрате плюс корень из т минус 3 в квадрате. равно все это b. Так, далее. Модуль т минус 2 плюс модуль т минус 3 равно b. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь мы получили уравнение не то, чтобы супер приятное, да, два модуля. Если еще вспомнить, что у меня т это корень, то с корнем и с модулем теперь. Но хотя бы без двух корней, да. А как-то все-таки выглядит получше. Так, что еще раз должно быть? У нас корни должны существовать и должны принадлежать отрезку от 2 до 17. Так, корни принадлежат отрезку от 2 до 17. Ну, во-первых, давайте поймем. Если x принадлежит отрезку от 2 до 17, то чему принадлежит корень из x минус 1? Ну, давайте x минус 1, значит, принадлежит отрезку от 1 до 16, да. А корень из этой истории принадлежит отрезку, то есть t, да, уже принадлежит отрезку от 1 до 4. Окей. Теперь, значит, вот такое уравнение должно иметь решение. И эти решения должны принадлежать отрезку от 1 до 4. Очень просто. Так, теперь, как мы будем это решать? Значит, здесь, опять же, можно решать способами обычных смертных. То есть вы говорите, я сейчас раскрою модуль, учитывая, кстати, что t больше равно 0. Вот. Ну, можно эту уже не учитывать, а просто вот сюда только смотреть. Потому что если t от 1 до 4 валяется, то t больше равно 0. Вот. Я, значит, говорю, сейчас я буду решать обычно, да, к b буду относиться как к простому числу. И потом, в зависимости от того, что я получил, говорить, что у меня, значит, корни должны быть такими, чтобы они были в отрезке от 1 до 4. И все. Вот. То есть раскрыть способ, раскрыть модуль способами обычных смертных, опять же. Вот. Но это, опять же, громоздко, много случаев, запутанное и так далее. Поэтому я в очередной раз агитирую, прям вот в открытую агитирую. Это опасно в наше время делать. Но я агитирую за графический способ решения. Значит, нужно очень четко себе представлять, как выглядит график функции. Ну, я не записал это как функцию, я запишу это просто так, да. Вот как выглядит график вот такой вот штуки. Вот. Выглядит он. Естественно. Так, как он выглядит-то? Значит, здесь у нас будет 1, 2, 3, 4. Все эти точки мне нужны, потому что 2 и 3 – это точки, в которых модули раскрываются с разными знаками. 1 и 4 – это концы промежутка, на которые я все это смотрю. Итак, выглядит он вот так. Здесь единица. Так. Вот так. И вот так. Ну, может быть, я с наклоном только переборщил. Давайте найдем точку пересечения с осью y, да. Пересечение с осью y, естественно, происходит при t равном нулю. Значит, тут будет 2, 3, 4, 5. Да нет, не переборщил пример, но там у меня и было пересечение. Так, опять. Значит, вот такое вот что-то. Эх, ты же, зараза, давай. Вот такое вот что-то. И вот такое вот что-то у нас будет. Вот. Вот так будет. Вот это график такой функции. Почему он такой? Ну, я просто на самом деле раскрыл по случаям все так же. То есть, я раскрыл там при t меньших 2, посмотрел, что у меня получается. Здесь должна получиться прямая в виду минус 2t плюс 5. Здесь я раскрыл, тоже получил 2t минус 5. То есть, вот здесь у меня будет y равно 2t минус 5, такая ветка. Здесь ветка y равно 1. То есть, это просто раскрытие по случаям тоже. Но я вот таких вот графиков очень много уже встроил в своей жизни. Поэтому я знаю, что вид просто такой. Мне достаточно лишь узнать, где вот это вот плато доходится. Да, как бы донышко вот этого вот графика. Для этого я подставляю двойку. Двойку подставляю сюда. Получаю y равен там модуль 0 плюс модуль минус 1. Это 1. Вот. Значит, y равно 1. Это вот уровень донышка. Дальше теперь подставляю вот эту пятерку. Ну, подставляю вместо t 0, получаю пятерку. Да, и понимаю, что наклон вот такой вот. Дальше я вижу, что наклон равен минус 2. Но еще я вижу, что наклон равен минус 2, когда раскрываю эти два модуля со знаком минус. Будет минус t минус t минус 2t. Вот. Можно то же самое проделать, просто раскрыв по случаям. Раскрываете при t меньше 2 модуля с минусом и минусом. Минус плюс при t от 2 до 3 раскрываете, получите такое. И при t больше 3 получите вот такое вот, если раскроете модули со знаком плюс. Все, значит, что у нас еще раз должно быть? Что вообще является решением вот такого уравнения? Решением такого уравнения являются координаты, точнее, конкретно абсциссы, точек пересечения. Вот этой вот, ну как бы, как бы его назвать, тазиком с бесконечными, с бесконечными краями, что ли, назвать. Вот пересечением вот этого, давайте говорить, тазика с прямой, просто горизонтальной, вида y равно b. Горизонтальная, не очень горизонтальная, вот так вот. И что должно быть? Эти пересечения должны в отрезке от 1 до 4 находиться. То есть, мои пересечения должны отсюда до сюда влезть. Вот. А значит, что должно быть? У меня вот такое вот b не подойдет, потому что пересечение находится за отрезком. Вот такое вот b, которое я вначале начертил, подойдет и будет подходить все вплоть до единицы. Здесь, в принципе, если вы на клеточках это начертите, можно по клеточкам понять, да? Только единственное, в решениях никогда не пишите, что я по клеточкам это понял. Но вообще, на самом деле, момент вычисления в решениях можно опускать. Главное начертить вот какие-то судьбоносные прямые на графике изобразить и записать там ответ, что вот типа из взаимного расположения этого словного тазика и прямых я знаю, что ответ от 1 до 3. Вот здесь у меня y равно 1. Понятно почему. А вот здесь у меня y равно 3. Вот. y равно 3. Решения есть, и они лежат в отрезке от 1 до 4 при значениях b. А я чертил сейчас именно прямую y равно b. Вот где вот этот b больше 3. Вот это вот такой случай. Значения, значит, параметры b, при которых решения есть, и они лежат в отрезке от 1 до 4, это значения параметра b от 1 до 3. Ключительно. Все, вот это наш ответ. Так. Мы что, ничего не забыли? Значит, у нас вначале был корень, и t было равно корню, t должно было быть больше равно 0. А оно и так больше равно 0, оно у нас по условию от 1 до 4 валяется. Вот. Ну, вроде бы ничего не забыли. Вроде бы вот так вот. То есть, такая задача, она на самом деле сильно несложная. Вначале только выглядело страшно, потому что был, ну, там, корень из штуки, содержащий корень, да, двойной корень, ого-го, это же, господи, просто сойти можно. Но если вы умеете делать вот это для вас, это вообще просто, значит, вы умеете делать и вот это. А если вы умеете замечать подобные вещи и через замену делать, то вы тоже справитесь с этим заданием. Единственное, я вас умоляю, никогда, никогда не говорите, что корень из квадрата равен числу, которое возведено в квадрат. Здесь нужно всегда ставить модуль. Вот, модуль тут обязательно важен. Потому что без модуля вы здесь получите, ну, здесь сразу же получается провал, потому что без модуля вы получите 5t минус, ой, 2t минус 5 равно b, да. Ну, и о чем тут может речь идти? У нас будет просто t равно b плюс 5 пополам и все. Вы говорите b плюс 5 пополам от 1 до 4 и совершенно не такой ответ получается. То есть здесь упустить модуль, это все, 0 баллов сразу. Нужно обязательно оставить этот модуль и обязательно рассуждать, ну, либо раскрывая этот модуль по случаям рассуждать, да, хотя там будет сложно, либо вот так вот графически. Вот, обратите внимание, кстати, да, если вы смотрите мои вообще вот разборы, да, тоже 20-я задача получается с параметры, которые я в этом учебном году разбираю. А если вы обратите внимание, то я на самом деле комбинирую, ну, я хотел сейчас сказать ловко комбинирую, но ловко или неловко это уже вам решать, странно виднее, наверное. Но я комбинирую аналитические графические способы. То есть это нельзя назвать чисто графическим способом. Ну, что было бы чисто графическим способом? Чисто графическим было бы начертить вот график вот этой штуки, а я как бы, ну, не сверхчеловек, я не умею сразу же график такой штуки сходу строить, да. Если бы я мог как компьютер подставить сразу там тысячу значений каких-нибудь там в промежутке от минус пяти до пяти, мог бы примерно представить, как себя ведет эта штука. Вот, но тем не менее. Комбинируйте какие-то аналитические графические идеи, вот, чтобы просто пойти наиболее коротким путем. Но для того, чтобы это уметь делать, нужно уметь кучу маленьких-маленьких таких опорных задач решать. Вот я не говорю об опорных задачах в планиметре, если вы смотрите, фу, в параметре точнее не говорю, если вы смотрите мои разборы планиметрических задач, сказать, что я там постоянно толдычу, да, что это опорная задача, опорная задача, нужно уметь решать, вот. Ну, на самом деле, в параметре тоже можно такие опорные задачи выделить, и вот одна из них, это как раз-таки умение строить график вот такой вот функции. Там два модуля, это кусочно заданная функция, и это легко должно, нужно уметь делать. Все, в общем, перестаю тараторить. Надеюсь, было понятно, если не было понятно, пишите вопросы в комментариях, если видите вопросы в комментариях и можете на него ответить, то, пожалуйста, ответьте, так вы поможете сразу двум людям, спрашивающему и мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии, рекомендуйте друзьям, одноклассникам, учителям, родителям, кошкам, собакам, всем рекомендуйте видео, потому что, ну, мне кажется, я делаю действительно очень понятные разборы, если не так, пишите обязательно в комментариях. Ну и жмите на колокольчик обязательно, потому что я здесь выпускаю три видео в неделю с разборами 14-х, 16-х и 18-х задач, а еще сверх этого, ну, не так часто, не так регулярно, но все же стараюсь выпускать разборы в принципе сложных задач, да, ну и еще задач 19, вот. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, ну и до встречи на следующем разборе.